Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. У нас iLeague, у нас третий сезон и команды Braveheart против команды Yehome играют. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ, у микрофона друг и посмотрите на пик команды Yehome. Они решили супер дамажащими и убийственными быть и скорее всего Клейте, потому что Phantom Assassin против Phantom Lancer. Это будет жесточайшая битва, если мы опять дойдем до сороковой минуты. Это вам не тролль Варлорд. Phantom Assassin не такая кривенькая, есть у вороты встроенные и блинк, и эскейп, и все есть. Без БКБ тоже можно жить. Phantom кино, для этого хотя бы какой-никакой подсейв нужен. Ну и не будем забывать, это Yehome, они на ранних минутах не терпят так сильно, как Braveheart. У Пейла в составе команды Braveheart тоже есть эскейп. Называется он Доппельгангер и поэтому, поэтому так сильно умирать. На легкой команда Braveheart не будет, как в прошлой катке. Там Шейкер стоял соло на легкой и нафидел. Жесть как много. Да все там нафидели дичайшим образом, по-моему, 16 или 15-1 был счет. Когда первый килл сделала команда Braveheart, они уже 15 раз умудрились слиться. У Yehome есть Рубик. Для кого и для чего этот Рубик, мне, честно говоря, непонятно. Скорее всего, Квопа или Клок. У кого-то будет что-то подворовать. Аппарат вряд ли будет участвовать в файтах. Все-таки аппарат отдела стоять за километр и отстреливать всех ультой. Ну и смотрим. Вичдоктор отправляется в баню пятым. И за ним отправляется Спиритбрейкер от Braveheart. У команды Yehome, Мидлейн, скорее всего, будет Вайпер, Висп. Непонятно куда. Скорее всего, Висп, кстати, с Фантом Ассасин вполне может отправиться на Мидлейн. В сложную отправить Вайпера. А Рубика с одним еще парнем. Ну, пускай это будет Undying. Хорошо, отправить можно, в принципе, в легкую фармить. Или же Фантомка все-таки будет... Да, скорее всего, Undying, я думаю, отправится в сложную. Вайпер будет стоять на Мидлейне. А Фантом Ассасин с Виспом и Рубиком может поформить легкую. И все у них там получится на ура. Queen of Pain отправится на Мид со стороны команды Braveheart. Клокверк отправляется в сложную. Фантом Лансер фармит легкую. Аппарат его саппортит. И еще один саппорт. Забанили. У нас Вич Доктор, но всегда есть Энигма. Просто освобождаем линию и даем дополнительный фарм и опыт Фантом Лансеру. Забираем Энигму и туда ульта аппарата. С ультами аппарата проблем в прошлой катке у Braveheart не было. У них были проблемы с чем только угодно. Вообще, с чем только могут быть проблемы. Кроме ультов аппарата. Здесь парень отработал на 5 с плюсом. Даже несмотря, что у него 4 таких якоря в команде были. Да все, собственно. Кроме него. Ну смотрим. Ждем. Последний пик. Я за Энигму руками и ногами. Все-таки саппорт. Все-таки есть чем стопить того же Андайинга. Шадоу Шаман от команды Braveheart. Не Энигма, но тоже неплохо. Шадоу Шаман наконец-то постепенно возвращается в мету. Давным-давно забыли про этого героя. Где-то с начала 2015. Ну и здесь вот ближе к апрелю, к концу марта начал он появляться. И в азиатской, и в китайской, и в европейской. Во всех дотах. Так, в принципе, Шадоу Шаман вообще у нас и не всплывал в последнее время. Уехум. Янг забирает себе Вайпера. Пенни Тенк будет с Фантомкой на мид лейне. ДДС будет его саппортить. Ланем берет себе Рубика. Ну и Андайинг у нас уходит в сложную линию. Вместе с Ланемом, скорее всего. А Вайпера могут, в принципе, оставлять в соло фармить против Клока на сложной линии. Это будет не проблема. Шур забирает себе Шадоу Шамана. Док Севен берет себе Клока. Мув опять играет на Керри и на Фантом Лансере на данный момент. Квапа будет у нас для 86. И Ксин Ксин Яу играет у нас на Ancient Operation. Может не Ксин Ксин Яу, а может Лон Чи Ву. Да, скорее всего Лон Чи Ву. Вообще, на самом деле, по-моему, это расизм чистейший. И можно меня смело в кандалы уже заковывать. Потрясающий внешний вид у нас у Пенитенга. Давайте рассматривать. Сейчас более интересного ничего быть не может. Тут рарный капюшон, разумеется, здесь Аркан Мечи, безусловно. Ну и крутой сетик. Рарный сет, Аркан Мечи. Тут Пенитенг обязан просто издеваться над командой Брейвхард. Во-первых, давление внешним видом. Во-вторых, Фантом Ассасин, которая с виспом на мидлейне. Рано или поздно, а скорее всего, рано это превратится в убийственную мощь. Команда Брейвхард к тому моменту должна Фантомку как минимум 3-4 раза убить. Иначе Пенитенг просто-напросто развалит всех Брейвхард. И даже Фантом Лансер там не сильной какой-то оппозицией будет для керри Фантом Ассасин. 15 секунд до выхода крипов. Трутся здесь на хайграунде обе команды. Никто пока не спускается. Ротикей самый смелый. Дикей прокачал. Пошел у нас уже висп. Саппортить Ротикея. Руну на топе. В итоге забирает команда Ехоум. Внизу. Еще надо побороться будет. Док Севен. Забирает у нас Руну. Поймал здесь Янга. И через батарея Саут. Кстати, неплохо наваливает Вайпер. Только батарея Саут имеет свойство заканчиваться. Ну что и дальше, и дальше. И по спине. И гаечным ключом. И бежать отсюда Янг. У него 285. А тут здесь 315 скорости бега. Чуть-чуть. Между елками Крипы. Ну, повезло Янгу, что карта Доты позволила ему спрятаться под собственный Т1. Так, конечно, Док Севен мог смело разваливать Вайпера. Немного раньше надо было зайти за спину и заблочить Вайпера. Не получилось. Теперь придется страдать от Вайпера. Хотя батарея Саут уже откатился. К локу просто надо подойти чуть-чуть поближе. Ладно, потом переместимся. Посмотрим. Ротике. И на сложной помогает ему ДДС. Фантом Асазин. Соло здесь. А Пенитенк здесь стоит против Квапы. И Квапа не должна жалеть Фантом Ассасин. Шадоу Страйк еще не вкачан у 8.6. Ну, вообще ничего не вкачано. В принципе, на втором левеле будет Блинк, будет Шадоу Страйк. Пока что, на всякий случай, Квапа оставила себе варианты для отступления. Все. Второй левел есть. Шадоу Страйк есть. Есть Блинк. И Пенитенк должен страдать. Без Веспа у него должны быть проблемы. Квапа, в принципе, харасить может любого героя. Я уже не говорю о милишниках. Таких, как Фантом Ассасин. Тут есть преимущество в виде Даггера. Вроде и не обязательно подходить к рипам. С другой стороны, не всегда Даггером можно законтролить так, как может игрок с руки законтролить. Еще один Шадоу Страйк в Пенитенка. Маны у Фантом Ассасин все меньше и меньше. Тут на 3 Даггера максимум. Пенитенк еще и руками не всегда может контролить. Нормально приходится тратить ману на Даггеры. У Квапы 450 на руках. Ботла пока что нет. Фантомка, скорее всего, тоже будет с Ботлом. Тут действительно будет не лишним. Все-таки харас будет плотнейший. Вот 8-6. По крайней мере, должен быть. И отпиваться, и отъедаться по мане. Все это будет необходимо. Ну, давайте на нижний лайн переместимся у Вайпера. 9 на 6. На данный момент Янг фармит практически в соло. Дог Севен занимается здесь издевательством над крипами. Отправил их в лес. Пытается ограничить фарм здесь Вайперу. И вообще подвинуть линию к своему Т1 по низу. Продолжение. Немножко недоконтролил и неверно поставил Коги. В итоге крипы никуда у нас не делись. Ну что, пошел врыв у нас на 8-6. Тинкер очень удачно зашел в спину Квапе. Еще и Курьер здесь отправляется в таверну. Квапа хоть принесла себе Ботл. Да, Ботл у нас есть на Квапе. Но минус Курьер. Минус Мидер. ФБ для, по-моему, Ланнема. Нет, Висп забирает у нас ФБ. ДДС зарабатывает деньги на урн. На урн оф Шадоус. Уже у Висп все великолепно. По голде 2000 Ехоумы. На третьей минуте по экспириенсу. 500 тоже в пользу команды Ехоум. Роти Кей фармит. 7-1 у него. Выходит на него Шур. Ну и здесь уже ДДС. Роти Кей за счет ДК. Здесь, в принципе, всю команду Брейвхард может мучать до полусмерти. Это несложно. По мане Андаинг не проседает сильно. Опять же, недалеко Висп с Ботлом. Ну и ситуация относительно комфортная. Не такая, как у Клока. Клок крипам вообще не подходит. 3-0 у Клока. 3-0 у нас у Клокверка по крипам. Илон Эм сейчас еще хребет железно разминает у нас Клокверку. Не дает вариантов вообще приблизиться к крипам. Ну и Янг тоже здесь колючий. К нему не подойти. 22 на 13. Янг на данный момент. Пенитенг. 19 на 3. У Квапы 16 на 7. И Мув на легкой линии 15 на 8. Где тебя учили фармить. Пейл в окружении двух саппортов. Ну, действительно не доигрывает. Не доигрывает. Потому что тут Соло Вайпер умудрился нафармить больше. Стоя 1 на 1 против Клока. Который на самом деле при включенном батареосауте и закрытом в Коге Вайпере должен Вайперов Соло разваливать. Но это дело Мува. Прошлую катку он тоже не очень ярко отыграл. Ланэм пошел у нас обходить Док Севена. Уже должен здесь быть Вайпер. Все, в принципе Док Севен скорее всего здесь умирает. Какой отчаянный шаг у нас от Янга. Янг у нас ничего полезного не сделал. Док Севена, если немножко подстопят, то до удара об Коге. Тепа аут. Единственное верное решение на самом деле. Думал, что приплыл у нас Клок. Но Клок у нас с ТПшкой. Клок про игрок. Странно, почему же он тогда в Брейв Хард играет. Фантом Ассасин. Уже с Батлом. Есть Бутс оф Спид. Есть Пурман Шилд для Панитенга. У Квапы в это время Нул Талисман. Тапок, Боттл и чуть-чуть есть Танго. Курьер наконец-то у нас вернулся с возвращением. Сразу же Квапа. Ты уже один раз сгоняла у нас Курьера. Папе вообще Курьера доверять нельзя. 8-6 не только. На ФБ слился, еще и отдал Курьера своим оппонентам. Ротике ставят Тамбу. Могут здесь забрать, но есть Доппельгангер. Кстати, на Ротике разворот вошел. Быстрее по Том Стоун. Шур еще и надамажил неплохо, но Тамбу должны разваливать. Дополнительная голда для команды Брейв Хард и именно для Фантом Лансера. По золоту Ехоумы прекратили. Доминирование свое держится на 2000-х. Но графики не растут. По Экспе, правда, чуть-чуть вверх. Поползли у нас Ехоумы. Брейв Хард. Брейв Хард просто формят недостаточно хорошо и у них есть траблы. Абсолютно и по расстановке лайнов и по реализации своих героев. Это, в принципе, видно. По Нетворцу на первом месте Вайпер. На втором у нас Фантом Ассасин на мидлейне. Зачем это нужно команде Брейв Хард, непонятно. Ганки у нас на ПА вообще никакие не происходят. Только Висп сюда приходит и, наоборот, разваливает 8-6. Ну, пошли драться. ДДС на половине ХП. Квапа у нас с Соник Вейвом. Можно, в принципе, забирать ДДС. Где Крик? Где Крик? Квапа? Что не так? Соник Вейв пошел в Пенитенга. Пенитенга здесь не разваливают, а Пенитенг разваливает Квапу. Минус мидер. Пенитенг дальше за Шуром. И нечем просто контрить. Нечем. Ничего вообще не может сделать Шадоу Шаман. С руки тут не по шансам. Ну и Пенитенг забирает даблкил. Абсолютно спокойно ПА. Без каких-либо вообще претензий со стороны команды Брейв Хард. Вот стояла, пилила Крит, 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 Крит. Прыжок, бросок даггера. Все очень просто и элементарно. Слили всю ману Брейв Харты. А дальше делать просто-напросто нечего было уже. Что, Пенитенг 370 по голде есть сейчас. Это уже после приобретенных ПТ. Это уже имеется Пурман Шилд и Боттл. В принципе, по фарму мы видим, как дела у Пенитенга. Он на первом месте после даблкила обгоняет даже Янга в составе своей команды. Который, по сути, стоит на фрифарме. Докс 7 перестал давить. Где перестал давить, наверное, еще с нулевой минуты. Вот. И поэтому оторвался более-менее Вайпер. Но Пенитенг тоже на уровне держится. 2900 со стороны команды Брейв Харту. 86 на мидлейне. И всего лишь 2500 для мува. Вайпер перефармливает его на 1000. Фантомка перефармливает Лансера тоже на 1000. И команда Ехоум вообще гораздо увереннее смотрится. 4000 по голде. По экспириенсу 1500 тоже для коллектива Ехоум. У Вайпера уже есть Хедресс. Уже есть Баклер. Осталось только нафармить на рецепт Мекки. И тогда масс-файты для команды Брейв Харт будут настоящим кошмаром. Шура увидели. Прыгает моментально на него Пенитенг. Минус еще один фраг. Келлинг спри для Пенитенга. Фантом Ассасин на 8-й минуте идет со счетом 3-0. Крипстат крутой. Нетворс крутой. Кдаа крутой. Пенитенг крутой. Мув стопит у нас Фантом. Сразу же от DDC под сейв. Ну и Ancient Operation здесь разваливается. Фантомка примерзнет, но безопасно. Нет, даже не примерзает Пенитенг. В итоге даблкил уже у нас от Пенитенга. Пэл начинает здесь гонять Ротикея. Ротикея скорее всего умирает. Какой крутой Соник Вейв у нас от 8-6. Все деревья проломал. Ротикея вообще в абсолютной безопасности пока такие Соник Вейвы будут. Ротикея разворачивается. Его хилит DDC. Мумию убить нечем просто-напросто. Пошел Вайпер Страйк у нас в Шадоу Шамана. Спириты если коснуться у нас Шадоу Шамана, он умирает. Повесили на него урну, ну и быстрее, быстрее, быстрее. Должен догорать здесь Шадоу Шаман. 20 хп 10, 18, Шур сгорел. 6-1. Команда Яхум выглядит на голову выше, чем Брейвхард. Все кисло, тухло и вообще неинтересно со стороны команды Брейвхард. Что-то... Что-то не так. Это что-то. Это 5 с копейками тысяч по золоту и 3 по экспе на 9-й минуте. Имейте совесть. Ротики не волнуются абсолютно. Но пока все-таки будут Соник Вейвы от Квапы, Ротики не о чем волноваться. 820 у него на руках. Транквилы есть. Сол ринг имеется. Хп реген 18,3 в секунду. Тут еще и докупил себе ринг оф реген. Ну я думаю, возможно Форстаф выйдет дальше Undying. А может это будет Пайп. Увидим. Вполне может быть. Худ, потом Пайп. Или, например, Мека. Тоже не лишнее будет у Ротики. Ну что, пошел у нас врыв на Мува. Словят его. Ну, очень повезло Муву, что именно он оказался первым здесь из трех своих иллюзий. Если бы где-то поближе был к Тамбе, могли бы и забрать. Даггер влетел, когда уже вышел за зону покрытия Томпсона у нас Фантом Лансер. 6-1. 10 минут прошло. Т1 по топ-лейну постепенно падает. Вайпер этим занимается и занимается этим Ротики. И команда Брейвхард решила чем-то отвечать. Хукшот у Докс Эвена есть. Врыв у нас пошел в Андаинга. Кстати, Тамбы-то еще 30 секунд не будет. Андаинг. Грызся в него Докс Эвен. Подсловили еще и от аппарата. Ну и все. И разворот. Янг. Вайпер страйк в Клока. Клока развалили. Ланэм на лоу ХП. Аппарат умирает. 2 в 1 пока что файт за Фантом Лансером. Доппергангер бежать отсюда по-быстрому. Где Фантомка? Скукотища там на топе. Фантомка бьет крипа. Ладно, ее дело 2 в 1. В итоге подрались в пользу команды Ехоум. Но Брейвхард сделали килл. Забрали, правда, Рубика. Не самого серьезного. Андаинга так и не допилили. Но хоть кого-то Брейвхард убивают. Это уже неплохо. 8-2 счет. Ехоумы начинают примерно так же, как в прошлой катке. Брейвхард в принципе не знает, что делать с Ехоумами в такой-то форме. Шадоу Шаман четвертого левела до сих пор. Врыв от Пенитенга. Нет Шадоу Шамана. Ждем. Ждем прыжок. И в принципе здесь умирает Шадоу Шаман. Пенитенг ждет крита, как я понимаю, от Даггера. Дальше можно будет сразу врываться. Ну и без критов, кстати. Просто Шадоу Шаман постепенно умирает. И еще 3-4 крита, 3-4 Даггера хотя бы с одним критом. И развалится здесь Шадоу Шаман даже без подходов Фантом Ассасин. Четвертый левел. Чего в принципе хотеть? Пятый. Вот только-только вот Расты. Нет. Ну-ка еще раз. Повторить. Зачем Шур вообще стоит рядом? Не очень мне понятно. Провоцирует Фантом Ассасин. Возможно на врыв. Но врыв от Пенитенга и хотя бы один крит это смерть для Расты. Вообще много непонятных мобов от команды Брейвхард. Возможно это ошибки из-за такого мощного давления от Юхомов. Возможно просто какая-то несобранность или отсутствие должного скилла и понимания доты. Не знаю ничего Брейвхард в принципе хорошего сказать не могу как и плохого на самом деле. Да Юхомы мощные сами по себе. Но это не та команда от которой можно гореть. Это не IG, это не LGD, это не Ньюби. Это Юхом, которые отшумели свое еще 3 года назад или на 4 на Первом Интернешнл. Больше об этой команде редко вообще кто вспоминал. И состав не тот уже. Ну что развалили у нас в это время Ancient Operation. Релокейт от Веспа, Виск улетает, а Пенитенг должен здесь оставаться. Фарм имеется, мув выходит у нас на Пенитенга. Ну-ка, битва титанов, мув. Врывайся же. Не врывается на Фантом Ассасин и абсолютно комфортно себя чувствует Пенитенг. Вдали вообще от собственного тавера, вдали от подсейва тиммейтов. Ему не страшно. 13 минут сыграно. 8 тысяч по золоту Юхоума и 5 тысяч по экспириенсу тоже для команды Юхоум. Брейв Харт по-прежнему из-за черты бедности и даже голову не высовывает. У мува есть Пауэртретс, есть Брасер, Роупов Зе Мэджи, прилетают ему барабаны. Стават Шилд тоже имеется. Для Шадоу Шамана ничего абсолютно. Эншент Опарэйшн тоже без ничего. Клокверк без ничего. Во, один Боттл есть вместе с тапками. Единственный, кто фармит, это ПЛ. А, и Квапу. Квапу забыли. Забыли Квапу, ну так сложно ее запомнить вообще. ПТ, нул талисман, Боттл для Квапы. В это время забирают у нас Фантом Ассасин. Где, как, что? Будем смотреть. Такое пропускать нельзя. Врывается в нее Док Севен. Через Кукшот. Приморозили. Развалили. Вообще ничего не жалели на Фантомку. И, скорее всего, верное решение. У ПА уже есть Клеймор. Есть Броадсворд. Осталось 800 голды до Персеверанса. И будет Баттл Фьюри готовый для мейнкери команды Ехоу. Мандайн уже с Транквилбудсами. Рингов Регент Сол Ринг. И в Курьере уже лежит готовый Форс Став. У Рубика есть Арканы и 900 сверху для Ланэма. У Вайпера есть Мека и Огр Клаб уже имеется. Скорее всего, будет выход в Аганим, я думаю, если и дальше продолжит так давить команда Ехоум. Если и не будет давить, то будет БКБ. Мув отсюда не уходит. Ульта аппарата. Соник Вейп. Это время от Квапы где-то в лесу. Наорала Квапа наконец-то точно. Но Ланэм в итоге выживает. И ДДС его выхилит. Да и заберет его отсюда. Ланэму здесь делать, наверное, нечем. Мекку провязали. Нет, нет, оставляет Ланэма. Ланэм фуловый, в принципе. Зачем ему куда-то уходить? 10-3 счет на данный момент. Роти Кей под Т2 стоит. Близко никто не подходит. Там БА по-прежнему стоит. Врывается у нас Веншнт Оперейшн. А Док Севен сразу же на Роти Кея. Роти Кея до сих пор нет ульты, потому что просто не качал. Шадоу Шаман ставит у нас Варды. И Варды так, куром на смех. Варды просто подфармить команду Ехоум. Чуть-чуть. Чуть-чуть помучим экономически. Варды очень быстро разваливают. Роти Кей в итоге у нас выживет и отхилится. У Роти Кея все хорошо. По хп регену сейчас кулдаун Транквил пройдет. И будет 12 или 18, по-моему. Да, 18 или даже 19 для андайинга. 23,6 не хотел. Но это Висп. Это Висп с оверчарджем, с подхилом с батла. Все, Роти Кей фуловый. Висп просто ходячая аптечка. С пенициллином. Обкололи у нас андайинга. Фуловый абсолютно. Абсолютно. Будто и не было вообще на него выходов. И Брейв Харт опять глубоко-глубоко в темной пещере. 10 тысяч по голде. По экспириенсу 6 тысяч. Ситуация с прошлым матчем повторяется. Не хотелось бы видеть, как Ехоумы остановятся. И дотянут у нас до 40 минуты, пока зайдут сносить Тавара на хейграунде. Ну, вполне может быть и такая ситуация. Прошлый матч нам уже показал, что Ехоумы абсолютно не критично относятся к своему времени. Такое ощущение, что будут жить вечно у нас Ехоумы. И можно игры, которые играются за 20 минут, превращать в 45-минутные катки. А нам сиди комментик. Баттл Фьюри есть уже на Панитенге. Дэмэджа с руки 150. Замедление от Вайпера. Замедление от Фантом Ассасин. Четвертый Блинк. Четвертый Даггер. То есть... Цель одна для Панитенга. И эта цель сразу же у нас отъедет. Я думаю, что даже Фантом Лансер вряд ли вывезет Блинк от Фантомки. Если только не успеет вовремя Доппельгангер юзнуть. Тоже легко догонять. У Фантом Ассасин КД здесь ничтожный вообще. 6 секунд на Даггере и 5 секунд на Блинке. Куда денется у нас ПЛ, непонятно. Доппельгангер КД 20 секунд. То есть пока что очень даже уязвим Фантом Лансер. Настолько уязвим, что даже у него наконец-то трезвый рассудок появился. Понял, что вчетвером выходят на него и исчез отсюда. Исчез. По-прежнему 11 тысяч по голде Ехоум. По экспириенсу шестерка тоже для коллектива Ехоум. Висп просто руководит вообще здесь всеми. У него куча денег. По Нетворцу Висп на седьмом месте. Но для Виспа это достаточно серьезный вообще показатель. Есть уже Урнов Шадоу, Транквил Буци, Боттл. Мэджик Вон даже есть на DC. И на один Апсервер хватило. Ну и это на самом деле серьезнейшее преимущество. Потому что вот они. Не только два саппорта. А Эншент Оперейшн и Шур на Шадоу Шамане. Но даже оффлейнер Док Севен у нас ниже чем Висп по заработку. Даже ниже чем Ланэм. Просто фулл саппорт Ланэм. Который ничего кроме как саппортить не делал. Не врывался в файт и вообще ничего не делал. Помогал где-то убивать за счет телекинеза и фейт болта. И при этом Ланэм обогнал всех вообще саппортящих героев команды Брейвхард. Ну в принципе браво. Фантом Ланцер на пятом месте. На пятом ПЛ. Уступает всем кому только можно было уступать. Я думаю еще вопрос времени когда он начнет Виспу уступать вместе с Рубиком. Роти Кей очень уверенно держится на самом деле. Все у него в порядке. Форстаф есть. Сол ринг. Транквил и 2000 на руках у Роти Кея. Вполне может быть что Андайенк у нас выйдет в итоге еще и в даггер. Просто ворвался. Поставил тамбу. Дикейми всех сжег Ланэм. На лоу хп Соник Вейв. Наконец-то в Коги у нас начинает 8-6 попадать. Пенитенк моментально врывается. Забирает здесь Клокверка. Там Ба стоит. Можно дальше файтиться. Фантомка поймала ульт аппарата. В итоге разменялись один в один. Разменяли правда саппорта на оффлейнера. Но Рубик то у нас подороже будет чем Клоквер. Байбэк сразу от Клока. Пошли файтиться за Рошана. А команда Ихоум не хочет файтиться за Рошана. Им плевать. Они попозже могут зайти в любое вообще удобное для них время. Но оставили Роху до лучших времен. Когда двух-троих заберут. И не будет денег на байбэк. Чтобы зря не подфидить. На самом деле очень даже грамотный моб. Команды Ихоум. По артефактам. Уже есть мека. Есть БКБ 10 секундный для Вайпера. Также вспомогательные вещи типа ПТ и Аквилы. На Рубике есть Даггер. Пожалуйста. На Андайенге 2.300. И тоже скорее всего сейчас появится Даггер. Хотя может даже Ротикей у нас в Бладстоун пойдет. Все-таки у него есть Солринг. Да и живет он достаточно долго. По монету в принципе все дороговато. Может быть Бладстоуны появятся на Андайенге. Почему бы нет. У Шадоу Шамана появляется Даггер. Такое ощущение что украл у кого-то деньги здесь Шур. Дабл килл от Квапы. Где? Где такая мощь случилась? Как такое может быть? Давайте смотреть. Ульта аппарата. По двоим. И Квапан на двоих. Ну так можно играть. А в чем дело? Чего ждали вообще? 12-6 становится счет. Квин оф Пейн неплохо по голде здесь поднялась. На руках сразу 2000. Аганим есть. Белтов Стрэндж даже не знаю куда. Неужели это будут Некрономиконы? Для Квапы. Или просто на подсейв самую себя. Собственно. Ну интересно глянуть. Если вдруг Некра будут на Квапе. Хотя что тут интересного? Ну Некра на Квапе. Хорошо. Некра на Квапе. Рефрешер на Фантом Ассасин. Чтоб ульт нормально дамажил. Покупает себе в итоге Хэнд оф Медас Андайенг. Не знаю что покупать. Куда вложить деньги. Инвестируй. Все. Деньги делают деньги. Медас для Андайенга. Теперь Ротикей потом уже. Если пойдет в Бладстоун. И то это будет попозже. Ну не только Бладстоун. Да много чего может купить себе Ротикей. Ну что? Пенни Тенга. Поймали здесь в шейках. Ульта пошла от Квапы. Пенни Тенг примерз. Фит начался. Минус 2. Забрали Рубика. Забрали Пенни Тенга. Ротикей пришел пофидить. Пожалуйста. Ждут тебя уже здесь. Слоу дали по нему. И от Лансера. И от Квин оф Пейн. Мув. Вгрызается в Ротикей. Но уже здесь Янг вместе с ДДС. Начинают разваливать. В итоге у нас Шадоу Шамана. Забрали Шадоу Шамана. Все остальные в рассыпную. И это правильно. Быстрее, быстрее. Тэп аут. За угол и тэп аут. Долг Севен здесь по-прежнему. У него есть, если что, хукшот. Поэтому смело можно будет кого-то подстопить и улететь. По итогам файта Брейв Хартом вышли вперед. Поздновато немножко. Файт Рик обглянул. Но поза графиком. Сейчас увидим. Все немножко. Попозже они обновятся. Через полминутки. И посмотрим. ДДС. От Квапы бежать. Есть Соник Вейв. ДДС здесь, скорее всего, умирает. На хосте у нас Квапа. Нет. В итоге вовремя. Приходит Вайпер. Квапе дальше прыгать было бы категорично. Нет. В принципе, Соник Вейва уже беж с дэмэджем Вайпера не снести. А Вайпер Страйк поймать Квапе, ну это подобно смерти. Выживает в итоге Висп. 13-8 счет. 8 тысяч по голде. Команда Яху впереди. И 2500 всего лишь по экспириенсу. Где наш главный герой в составе команды Брейв Харт? 121 крип уже у Мува. Мув на четвертом месте по-прежнему. 3000 уступает Вайперу. Но движется куда-то вверх. Все-таки медленно, но ползет. ПЛ частично невывозимый в лейте, поэтому если ПЛ здесь расформится, то шансов у команды Брейв Харт будет гораздо больше. Ну, правда, ходить одному нельзя Фантом Лансеру. Няньку все равно надо какую-то рядом поставить. То ли это будет Шадоу Шаман, то ли это будет Эншент Опарэйшн. Кто угодно должен сейвить здесь Фантома. Как-то не до этого сейчас Фантому, не до безопасности. Глаза горят, надо зарабатывать деньги. Полфит забирает у нас Рубик, потому что у нас замес внизу. Пенитенк врубил БКБ. Убили Шадоу Шамана. И убили Эншент Опарэйшна. Минус 2 саппорта. Что? Ой, обновились графики. Не графики, а Файт Рекап. 870 заработали игроки команды Ехоум. Выкупается Шадоу Шаман. Ворды Раста никуда не поставил. Но здесь Рохо упадет раньше, чем Раста придет сюда. Пенитенк с Аегисом. Есть у него Баттл Фьюри. Есть БКБ. Правда, в КД еще и 1000 голды сверху. Сейчас глянем Курьера. Нет, Курьер пустой. У Вайпера есть Даггер. Ну, обнаглели команды. В хорошем смысле слова. Игроки команды Ехоум. Янг понимает, что они давят, что они мощнее, что они выигрывают экономически. Надо как-то давить их и своей мобильностью. Передвижением. Так, Вапа у нас наорала на Ротике. Ротике развалили. Да, еще ульта аппарата на всякий случай. Но этот случай уже в следующем файте будет. Так, Веспа мы видели. Худ оф Дефенс приобретает ДДС. На шестом месте по фарму. Фантом Лансер в это время. У Квапы все-таки появляется Некрономикон. Второго левела уже. Мидер команды Брейвхард приобретает себе Некра. Интересно, никогда не видел, кстати, Некрона у нас на Квин оф Пейн. Мув должен через Доппельгангер и вейдить. Что только здесь вообще можно и вейдить. Ну, мува отсюда не отпускают. Будет ли байбэк от ПЛа? Если не будет, то вся команда Брейвхард здесь ляжет. Еще и можно снести мидлейн. Вообще запросто. Шадоу Шаман на хайграунде. Ставит варды просто, чтобы не заходили, пока не появится Фантом Лансер. Варды здесь будут еще 40 секунд. Он как раз ПЛ, вот у нас тютелька в тютельку, появится. Чего ты? Прелесть команды Брейвхард в том, что у них Квин оф Пейн с Аганимом. Значит, пуш и пачки крипов моментально сносятся за счет Соник Вейва. И это только что Клопа нам продемонстрировала. Просто так зайти с крипами не получится. Любая пачка крипов развалится. Придется немножечко попотеть с катапультами. А живые крипы, в принципе, сразу мертвыми становятся. Все равно по голоде Яхумы впереди. На 12 тысячи по экспириенсу 8 тоже для них. На этот раз Ancient Operation покупает себе Мидас. В прошлый раз там были Транквил и Форс Став для саппорта команды Брейвхард. И только потом появился Аганим и никаких Мидасов. Их не нужно было. Прям Ланему по голове ультой зарядил Ancient Operation. Правда, все фуловые. Тут никто особенно не страдает. Хотя Рутики немножко проседает по ХП, но, в принципе, выживает. Что там с Пейлом? 2 500 есть для Мува. Хотя бы... Хотя бы собрать Манта Стайл. Наверное, Мува будет не лишним дебаф из себя сбрасывать. Слоу и прочее, прочее, прочее. Да и иллюзии на Фантом Ланцере. Скоро, понимаете, лишними быть не могут. Пенни Тенк в это время забирает у нас Шадоу Шамана. Все это на нижнем лайне. Причем в соло это делает без БКБ, без ничего. Башер есть. Врыв, баш, крит. И минус Шадоу Шаман. Ancient Operation отправляется в собственный лес. Надо нафармить на перчатку, чтобы Хэнд оф Мидас был. Пейл в это время пушит у нас нижний лайн. А команда Яхум практически в полном... Да не практически, в полном составе. В полном составе пушит у нас Т2 по низу. Врывается уже сюда Пенни Тенк. Будет ли погоня за Мувом? Наверное, бессмысленно. Пенни Тенк дико дамажит сейчас. 230 с руки, 450 крит процентов. Понимаете, что слишком много, чтобы кто-то из саппортов, да даже из керри, выживал здесь. Главное не подставляться под Phantom Assassin. Пейл постепенно выходит в Тараску. Уже, в принципе, есть ривер для Мува. И осталось нафармить на Виталити и на Рецепта. Так, в принципе... В принципе, Пейл еще не в критичной вообще... Нищете у нас. Ульта пошла от Клопы. Куда ты орешь, Клопа? Клопа у нас непонятно, куда она орала. На крипов, как я понимаю, на мидлейне. Быстренько сняли пачечку. Ну и Хоумы готовы дальше заходить. Есть под Хилл, есть под Сейв. ДДС с зарядами был в урне. Есть у него Боттл. Есть для себя Ходов Дефенс. Просто так его теперь не слить. Мэджик Расс Кастом. Варды от Расты. На корм для Пенитенга. 3800, кстати, сверху для Фантом Ассасин. Сейчас появится Абисал Блейд. В это время Фантом Лансер подпушил Топ Лейн и отправляется на собственный Фонтан. До Тараски еще не хватает. Не хватает 1200. Рубик в это время забирает Клока. 19.9. Голдав плюс для Ихом. 12 с копейками. И 10 тысяч по Экспириенсу. Пенитенг с 4000 на руках. Кекс пошел по Пенитенгу. Ульта от аппарата. Ульта от Клопы. И единственный трабл, это, конечно же, Аэгис для Пенитенга. Готовимся. Блэк Кинг Бар и команда Брейв Харт в полном составе в Таверн. Двоих пока забрали. Клок по-прежнему в Таверн. Нейтшн Топорейшн тоже слился. Пенитенг режет бараки. Милишный 100% добивает здесь. Фантом Лансер пока не подойдет. Фантом Лансер наказан. Ну все, забирают нижний лайн. Можно отправиться на мид лейн. Можно отправиться, в принципе, еще пофармить, погулять. Рошан через 2,5 минуты. Может быть дождутся Роху. Может как раз подпушат Т. Центральную линию до Т3. Абисал Блейд на Пенитенге. Всего предостаточно. Еще и 1200 сверху для Фантомки. Ну по демиджу вы видите 300 с руки. Ждем крита. Просто интересно. ХП достаточно. Может себе позволить даже ПТ на ловкость носить Пенитенг. 1799. Вот так больно бьет у нас нынче Фантом Ассасин. У Квапы третий Некрам. Ну, я так понимаю, справляться с Фантомкой. Потому что с Плэшом все равно кого-то там дамажит Пенитенг. Ну вот, видим, да, что 600 хп с Фантомки снесли. А дальше есть спин оф пейнт с Соник Вейвом. Ну и дальше ульта аппарата. Можно где-то будет Пенитенга подловить. Но сложноватая ситуация. Очень много «Если» должно здесь быть присутствовать. И шансов, конечно, для Брейвхард немного. Но если пропрет, то перевернуть катку эту можно. 30-ая минута. 15 тысяч по золоту Юхуму и 13 по экспириенсу. Плохо, конечно, но не невывозимо. Это факт. Пострашнее катки вывозились. У Виспа появляется Пайп. Я не знаю, как можно позволять Виспу так сильно фармить хорошо. Висп тут просто-напросто... Ну... Не саппорт уже, а я даже не знаю, что это. Это уже не просто аптечка какая-то. Это скорая помощь. Полностью запакованная по всем вообще канонам. Мека есть на Вайпере. Вайпер приобретает себе Мейлстром. БКБ есть. Есть Стрингу Факвила. Вообще давайте глянем. У Рубика есть Даггер, Форс Став. Аркан Буци появляется гем для Фантом Ассасин после Абисал Блейда. Еще и Алтимейт Орб. Фантом, как я понимаю, собирается выйти в скаде. У Вайпера мы видели, что у Виспа тоже все видели. Опять Квапа у нас кричит. Наролан на Пенитенго и быстренько упрыгивать отсюда. У Квапы, по-моему, нет БКБ. Да, БКБ нет, зато есть Некра третьего левела. Так, решила свои деньги потратить Квин оф Пейн. Есть Даггер для Шадоу Шамана. Он давным-давно был и пока что от Даггера толку мало. 2.6 идет Шадоу Шаман. Эншент Оперейшн 0.6. 1400 на руках. У Клокверка. Блейдмейл. Бутс оф спид. И Боттл. Ну, 33-я минута, Клок. Что ты делаешь? Фантом Лансера в это время уже на Тараску накапало. Все, есть у Мува Тараска. Даже оставлять на вайбэк нет смысла. Я думаю, сейчас надо приобретать. Да, он так и делает. Покупает Тараску. Если проиграть. Еще один файт. Причем там вдвоем-втроем слиться. Даже не обязательно в пятером. Сторона упадет. Мидлейн точно развалится. А дальше никаких проблем для команды Яхум развалить топлей не составит. У Пенни Тенго уже с руки 300 с копейками. Ульта аппарата. По четверым. Давайте драться. Соник Вейв от Кваппы в никуда вообще. Как можно было недооценить рендж? Шур у нас на ЛОХП. Шур развалился. Роти Кейт тоже на ЛОХП. Варды Раста неплохо у нас дамажит. Роти Кейт. В итоге он самый битый, но при этом живой. И релокейт у нас от Веспа. На перерез здесь 8-6. Блинки есть. Надо упрыгивать. Не долетает у нас до низа Клифа. Но дальше будет сжаться по углам. Должны его видеть. Нет. Уворачивается от Спиритов. Каким-то чудом Кваппа не попадает ни под один из Спиритов. Док Севен врубил Блэйд Мэйл. На Янга закрывает их Коги. Сам-то здесь, конечно, умрет, но... Немножко потрепал Вайпера. Минус 3 делает команда Яхум. Рошана. Можно забирать теперь. И смело идти сносить все вообще, что они видят. Фантом Лансер в файте не участвовал. Он в это время сплитпушил. Мув вообще на самом деле странные вещи творит. Что в этой игре, что в прошлой. Играет совершенно неаккуратно. Фармит тоже. Абсолютно не алло. Ну и посмотрите. 12 тысяч у него. 21 тысяча у Фантом Ассасин. В два раза переформить на 35-й минуте. Не знаю. Будем надеяться, что Фантом Лансер сам по себе мощный персонаж. Он-то сам, конечно, мощный персонаж. Ну и Фантом Ассасин тоже совершенно не рахитка. И по ХП уже 2000 для ПА. И по демеджу уже сколько вообще. Ну и Панитенку от Соник Вейва не проседает. Соник Вейв третьего левела с Аганимом. Все равно Панитенк чувствует себя великолепно. Та аппарата по Панитенку. Айгис, если что, на Фантом Ассасин есть. Можно даже и разменивать. В принципе, они все... Игроки команды Ихом в любом случае забирают у нас ульты Брейвхард. Вытягивают из них данные сплы без ультов. Брейвхард будут стрёмно выглядеть. Пэл вниз. В это время по мидлейну Панитенку и все остальные заходят уже на хайграунд. Что такое? Рубик украл ворды. Как будто мало было команде Брейвхард. Ну что, врывается Фантом Ланцер. Где ПЛ? ПЛ у нас в самом центре событий. Наротикея. Ворды против Вордов. Фантом Ланцер против Андайенга. Андайенг очень сильно горит. Мув тоже на лоу ХП. Развалили в итоге у нас Андайенга. Забрали Вайпера. Панитенк на лоу ХП, но с Аегисом. Бегут за ним Некра. Дальше Квапа. Развалили Панитенга. ДДС ты должен забрать у нас Панитенга. Именно так и будет. Ждем релокейта. Нет, пока никаких релокейтов. Панитенга просто держит, но и вчетвером. И кто кого вообще. Панитенг отрезает здесь Шадо Шаману голову. Еще один крит на 1500. Панитенга валит здесь Фантом Ланцер. Надо бежать ПЛ. Нет, ПЛ в итоге у нас умирает. Трипл килл от Панитенга. И не дали ультра килл Панитенгу. Но сам факт. Фантом Ассасин зарезала всех абсолютно. Брейвхард единственный. Да, крипы виноваты в том, что твоя команда дно. Нарала на крипов Квапа, но это все абсолютно бессмысленно. ПЛ выкупается, потому как начинает гореть Т4. В это время Ланэм у нас забирает Квапу. А с чем у нас Ланэм? Ланэм не мог просто так это сделать. С какой-то хренью должен бегать. Колдфит у него есть. Но у него есть даггеры Форстаф. Там за Квапой гоняться вообще не вопрос. Скади появляется на Фантомке. Никакого аджора сейчас нет на Фантом Ассасин. Хотя Доминатор можно приобрести. Можно пока Панитенг не покупает Доминатор. Я не знаю, есть ли смысл на байбэк копить здесь. Вряд ли команда Брейвхард моментально пронесет ехумов, если вдруг даже сольется Фантом. Обливиан Став есть у нас на Фантом Ассасин. Что, неужели рефрешеры орпы правда? Ну, вполне может быть. БКБ, Абисал Блейд. Да, скорее всего рефрешер орп на Фантом Ассасин. Шутил я шутки, чтобы ульта сильнее дамажила. Нет, тут есть зачем рефрешер собирать. Фантомке. Чтобы кодешить артефакты. Появляется плейт-мейл у Роти Кей. Думаю, это будет Шива. Ну, если будет Кераса. Все, короче говоря, в плюс сейчас для команды Ехум. 25 тысяч по золоту, 20 тысяч по экспириенсу. Как бы хотелось, чтобы Брейвхард в прошлой катке перевернули. Все, и дважды развалили у нас ПА. Но команда Ехум заранее приобрела Эггис себе у Рошана. Купила недорого. И именно это, в принципе, и стало важным, не важным, а решающим в последнем файте. Ждем Квин оф Пейн. Появляется Квапа. 5 на 5 файт, в принципе, теперь возможен. Ехумы готовы заходить. Погалдеть. Ужас, какое преимущество. По экспириенсу тоже. Ульта аппарата. В никуда вообще. Ульта аппарата. Самый важный спелл. Просто отправляется вообще в никуда. Абисал Блейд. По голове Квапе. Квапа отсюда уходит. Умирает у нас Клокер. Шадо Шаман на лоу ХП. Отвалился. Гадлайк для Пенни Тенга. Ну и это просто разнос. Мув у нас взлетает. Доппельгангер. Где ты? Да какой Доппельгангер? В таверну у нас Мув. Квапа в итоге в абсолютном одиночестве стоит под собственным фонтаном. В это время падает Мидлейн. И можно сразу же идти на топ. Вообще не проблема. Все. Команда Ехум додавила. Брейвхард. 40 минут ждали. И дождались. За 40 минут. Примерно как в прошлой катке. И выигрывали. На начальных этапах. Примерно как в прошлой катке. И дотянули до 40 минут. И не примерно. А точно как в прошлой катке. Ехум какие-то нервотрепы чистейшие. Сделали. Создали интригу там где ее вообще по факту не было. С другой стороны как для шоу. И не бесполезная вещь. Ну что не забывайте подписываться на наш канал. На твиче. Нажимайте фолло. Это абсолютно бесплатно. И заходите в группу вконтакте. Это все под нашим окном стрима. Окном твича. И секундочку. Я сейчас вас скоординирую. Что нас ожидает. У нас ожидает команда Ньюби. Против команды Тонг Фу. Уже сейчас. 16.00. Должны были начать данный матч. Ну небольшая пауза. И в принципе переключаемся уже на них. Там тоже будет катка в формате Best of 2. Но там будут Ньюби. Там есть на кого посмотреть. Ну и мне соответственно есть кого прокомментировать. Все. Услышимся. Через 2-3 минуты. Пока что не забывайте подписываться. И до скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.